Гриб, не зависящий от санкций, в России все чаще реализуются проекты по их производству. Они попали в список санкционных товаров еще в 2014 году. Инвесторы, увидевшие в этой нише свои перспективы, за несколько лет анонсировали проект на десятки миллиардов. Причем вначале они фокусировались на выращивании шампиньонов, но некоторые специализируются и на вешенках. Для ценителей и любителей полакомиться ими это хорошая новость. Так их проще найти в любое время года и не обязательно идти в лес. О том, в какой степени затратно содержать теплицу, а также на сколько популярные грибы у жителей нашей республики узнавала Альбина Ламкова. Их нетрудно снимать. Вот так берете, остается только на следующий раз. Чтобы в следующий раз должны еще раз выскакивать грибы. Многие опасные для человека грибы трудно отличить от их седобных двойников. Но не для Рамазана Узденова. Стаж сбора даров леса у него больше полувека. Знает о грибах все. И не только где, когда и как собирать. Но и перспективу их выращивания в теплице. Особенно для тех, кто не может решиться на грибную охоту. Выращивание грибов на самом деле не такая уж и сложная задача. Главное следовать некоторым правилам. И вы всегда будете обеспечены ими. Легче и проще всего ухаживать за вешенками, которые развиваются на грибных блоках. Их основа лузга подсолнечника. Поэтому их с уверенностью можно назвать экологически чистым продуктом. В Россельхозцентре Рамазан Узденов трудится технологом больше пяти лет. Это тот случай, когда работа в радость. Он с большим удовольствием рассказывает не только о том, как собирать в лесу грибы, но и как получить хороший урожай. Вот выращивать плодоношение, вот идут грибы. И начинаем смотреть за температурой. Мы должны с 30 градусов температура спускать до 13 градусов, чтобы они уже начали плодоношение давать. Это важная процедура для получения богатого урожая грибов. После чего вешенки довольно-таки активно, почти как почки весной, прорезываются из мешков и начинают расти. Такие грибы хорошо напитаны естественной влагой. Если не сорвать их в этот период, урожайность падает на 3-5%. Но это просто один нюанс, который не следует упускать. Так-то они неприхотливы, не нуждаются в тщательном уходе. Их культивирование не требует крупных денежных затрат. Поливают чистой водой без всяких примесей. Специальная техника, которая следит за температурой, за влажностью, время полива. И у нас в этом боксе микроклимат соответствует тому микроклимату, который находится в лесу. И благодаря этому у нас растут свежие грибы вешенка. Те, кто решится на организацию помещения для грибов, не пожалеют. Так как урожай будет только радовать. Им можно будет угостить родных и знакомых. Особенно, кстати, это будет в зимний период, когда в лесу их не найти. Да и тем, кто не может выехать на природу. Или же не способен отличить съедобные от ядовитого. Но любит полакомиться грибами. Они будут актуальны в любое время года. У каждой хозяйки свой рецепт. Одни их любят готовить, другие собирать, третьи кушать. А есть и те, кто вообще их не употребляет. Ну а кто грибы не любит? Да меня все любят. Не готовлю я грибы. Не готовлю. Грибы люблю и готовить. Ну, собирать нет, не люблю. Готовить люблю, кушать люблю. Грибы нет, не люблю. Я их боюсь. Я собираю, мама готовит. Ну, я серьезно, да. А какие грибы больше всего любите? Опяток. Я люблю кушать только. А собирать, где их собирать? Это надо в Куржиново ехать, в Преградную надо ехать там. А искусственно выращенные? Дочечка с магазина приносит. Езжу вот со старшим сыном Сережей. Вот мы с ним ездим. А не опасно? Ну, мы знаем, что брать можно. Но если нет теплицы дома, есть еще один выход. Собранные в сезон грибы замораживают. А зимой ими лакомятся. Грибочки свежие, видите? А это что у вас за грибочки? Вот так, это вот эти сыни-ножки. Сыни-ножки. Да, и вот сейчас что-нибудь буду готовить. Жарить. Пирожки буду.